Конечно, мистер Трамп, а то вы слишком были заняты в вашем благодарственном туре. Я должен был это сделать. Это моя обязанность, благодарить всех за поддержку, стоя напротив них, пока они приветствуют меня. С этим закончено. Кого еще осталось назначить в правительство? Рик Перри будет секретарем комиссии по атомной энергии. Это же прекрасный выбор. Я видел его в танцах со звездами. У парня столько энергии. Это беспрезидентно. Осталось выбрать того, кто будет президентом. Так это вы, сэр. А можно работать только три дня в неделю, как Говард Стерн? Не думаю. Келли Энн, а что ты будешь делать в моей администрации? Да, что я всегда и делала. Мастер-эллюзионист. Также я подготовила список тех, кто будет петь на вашей инаугурации. Столько великих имен. Мне оба нравятся. Дональдик, доступ по работе. Давай рождественить. Окей, Милане, я к Келлиану у тебя перекур, но далеко не уходи. Да я прикована к вам навечно. Что за звук? Винс приходит по трубе. Привидение? Это Скрудж. Ненавижу его. Дональдик, я смыслю это... Владимир, какой сюрприз. Чё ж делаешь тутай? Да, знаете, я тут рядом был, бродил по городу. Проходи, проходи. Наконец-то можно поговорить лично. Я уже емэл написал, но пока его ещё не отправил. Я знаю. Мистер Трамп, я здесь потому, что ваше ЦРУ говорит, что русские пытались помочь вам выиграть выборы. Всё это ложь, придуманная очень злыми людьми, которым пора перестать горевать. Вы мне верите больше, чем ЦРУ. Зато я победил. Этот парень мне сносит крышу. Дональд, официально хочу заявить, что мы в России очень довольны, что вы президент США. Спасибо. Вы лучший кандидат. Конечно. Самый умненький. Без сомнения. Маньчжуристый. Ничего не понял, но звучит здорово. Ну, в конце концов, у нас всё-таки Рождество, и у меня для вас подарок. Гномик на подоконник. Забавный. Просто посадите его здесь рядом с интернет-рутером. И пусть целый год здесь сидит. Прикольно, да? Чудесно, Владимир, извини, я не знал, что ты придёшь, и у меня нет подарка для тебя. Да ладно, Трамп, ты сам просто подарок. Дональдик, можем поговорить? Извини нас, Владимир. Дональдик, я не верю в той-то человек. Помышляю об этом так. Неизвестна личность. Пришёл с женой Крайны. И к тебе очень ласка. Шо будете робить? Женюсь. Дональдик, нет. Увели человека до упущения. Хорошо, Милания. Владимир, боюсь, я вынужден попросить вас уйти. А то нас могут вместе увидеть. Здорово схвачено. Вы такой умненький, мистер Трамп. Оставайся сколько хочешь. О, боже, это призрак прошлого Рождества. Нет, я не признак. Это просто у меня такое лицо и прическа. Это я. Ваш будущий госсекретар Рекс Тилерсон здесь. С Рождеством. С Рождеством, господин избранный президент. Я просто хотел зайти. Путя! Боже, ж ты ж мой. За тебя! За тебя! За вас! За вас! Это звездец, Дональд. И чё ж ты мне не сказал, что Путя будет здесь? Чувак, нам про столько нужно потрещать. Да, дружище, столько тем для разговоров у нас. Так, вот она. У нас тут проблемы с нефтяными скважинами вот здесь. Да, это не проблема. Как только санкции снимем, сразу на 30% увеличим добычу на Ванкоре. Ребята, о чём речь? Да, не волнуйся. А давай удвоим добычу вот здесь, на море. Ну, как только контроль над хребтом Ломоносова возьмём, да военные уже этим занимаются. А давай уничтожим журнал Vanity Fair. Они гадости всякие ужасные пишут, гадости. Конечно, парень, конечно. А геологоразведку здесь сделали? Да, уже всё разведано. Чёрное, зашибись. Про чёрное и зашибись, я знаю Канни Веста. Канни приходил сюда. У него теперь колорист мой. Он говорит, что он такой же, как я, только чёрный. Круто, круто, парень, только ты извини нас. А вы же не будете говорить в прямом эфире из Нью-Йорка без меня? Нет, мы никогда так не сделаем. Ну, может быть. Нет. Нет.